Борозить волжские просторы для Вячеслава Шубова не романтические планы на отпуск, а работа, которой он занимается уже полвека. Мужчина-командир речного судна. На Самарский речный порт пришел в 1972 году и за это время успел поработать на всех типах судов. Прошел всю Волгу, выходил на Каму. Но самый дорогой сердцу корабль – шлюзовой, с которым он не расстается почти 10 лет. Зимой капитан освобождает Волгу и протоки от льда, а летом буксирует баржи. Работается хорошо здесь, мне нравится, чтобы лет отработал. Другой профессии никакой не хочу. Для нас маленький постоватый ледок, так что приходится с разгона биться, пьем по метру, проходим, ну и двигаемся вперед, проход хороший. В этом году Волга освободилась сама, а вот на протоках придется поработать. Лед там достаточно глубокий – 80 сантиметров. За одну смену речники с ним не справятся, поэтому на реку вышли два судна – портовый и шлюзовой. В этом году поздняя навигация, и вы знаете, что ледовая обстановка в этом году хуже, нежели стандартная. Обычно тяжелый лед в этом году. Сразу после того, как судно проложит дорогу в протоках Волги, в Самаре откроют речную навигацию 2021 года. Запуск омиков намечен уже на эту неделю. Первая переправа держит курс на Рождествено. Стоимость поездки осталась в прежней 83 рубля. Еще примерно через неделю, в зависимости от погодных условий, на омиках можно будет добраться до Зольного и Виновки. А это значит, что до лета и выходных за Волгой буквально рукой подать. Пассажирский маршрут Самара-Рождествено в первую неделю будет работать с 6 утра до 7 часов вечера и выходить в 14 рейсов ежедневно. Со второй недели омики будут курсировать каждый час до 9 часов вечера. Сейчас завершается подготовка судов к выходу на линию. Моют, проверяют наличие всех спасательных средств, смотрят техническое состояние, проводят инструктаж для экипажа. В этом сезоне, как и в прошлом, для пропуска на переправу необходима маска. Внутри салонов самарцы смогут воспользоваться антисептиками, чтобы умиротворяющая поездка по волжским просторам принесла не только спокойствие для души, но и не заставила беспокоиться о здоровье. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, События.